Здравствуйте, сегодня тема нашего урока – плоды растений. Цель урока – рассказать о строении, различных признаках плода растения и о нескольких классификациях плодов. Два урока назад мы с вами разобрали строение цветка, генеративного органа покрытосеменных растений. После опыления и опадания околоцветника из развивающейся завязи постепенно формируется плод. Строение плода. Плод состоит из семян, строения которых мы уже рассматривали, и околоплодника. Околоплодник – это разросшиеся и видоизменившиеся стенки завязи. Часто в образовании околоплодника, помимо, собственно, завязи, участвуют и другие части цветка. Это могут быть основания тычинок, лепестков, чашелистиков и цветоложа. Семена образуются из семизачатков. Помните, они располагались в гнездах внутри завязи пестика. Разнообразие плодов очень велико. В зависимости от числа пестиков в цветке, количество гнезд в завязи и количество образующихся семян, а также от консистенции околоплодника, выделяют множество разновидностей плода. Классификация плодов. Если в цветке только один пестик, то из такого цветка формируется простой плод. Простые плоды характерны для пшеницы, гороха или, например, вишни. Из цветка, имеющего несколько пестиков, формируется сборный или сложный плод. Сложные плоды характерны для малины, земляники или лютиков. Если плоды, образующиеся из завязей целого соцветия, растаются и превращаются в единое целое, то речь идет о саплодии. Саплодия образует ананас, а также инжир и другие виды фикусов. По количеству семян плоды разделяют на односемянные и многосемянные. Односемянные плоды характерны для растений семейства злаков, а также персика, грецкого ореха и многих других. Многосемянные плоды образуются у бобовых, крестоцветных, яблонь и многих-многих других растений. В зависимости от консистенции околоплодника различают плоды точные и сухие. У сочных плодов в состав околоплодника входит сочная мякоть. Почему нельзя просто сказать околоплодник сочный-мягкий? Потому что у многих растений околоплодник дает не только мякоть, но и наружные слои твердой прочной косточки. Так происходит, например, у сливы и абрикоса. Как и в случае с соцветиями, классификация плодов не имеет прямого отношения к классификации растений. Неродственные друг к другу растения могут иметь очень похожие плоды. Вместе с тем и родственные друг к другу растения могут иметь плоды различного типа. Давайте рассмотрим несколько обыкновенных разновидностей плодов. Ягодовидные плоды Это несколько разновидностей плодов с сочным околоплодником, обычно многосемянных. Ягода – это сочный плод с мякотью, покрытый снаружи тонкой кожицей. Внутри плодов смородины, клюквы, черники, томатов и винограда много мелких семян. Встречаются и односемянные ягоды, например, у барбариса и финиковой пальмы. Важно, что в случае даже односемянной ягоды околоплодник весь сочный, он не образует жесткой и прочной косточки. Темя защищено только семенной кожурой. Поэтому плоды сливы или черемухи неграмотно с ботанической точки зрения называть ягодами. Яблоко – это сложный плод. В образовании его, кроме завязи, принимают участие нижние части тычинок, лепестков, чашелистиков и цветоложек. Семена лежат в пленчатых сухих камерах. Такие плоды имеют яблоня, боярышник и рябина. Лимон, апельсин и амурский бархат также имеют ягодовидный плод. Называется он гисперидий или померанец. Костянковидные плоды. Это несколько разновидностей плодов, имеющие сочную мякоть и твердую косточку. Костянка – это сочный плод с тонкой кожицей, мякотью и одревесневшим внутренним слоем околоплодника – косточкой, внутри которой находится одно семя. Костянки имеют вишня, слива, абрикос и черевуха. У некоторых растений костянки многосемянные, например, у бузины или крушины. Сложный плод «многокостянка» – это когда на разросшемся цветоложе расположены многочисленные сочные костянки. Такой плод наблюдается у малины или костяники. Итак, мы рассмотрели основные разновидности сочных плодов. Теперь давайте перейдем к рассмотрению сухих плодов. Ореховидные плоды – это односемянные, нераскрывающиеся плоды с сухим околоплодником. Об орехе говорят, когда околоплодник жесткий и деревянистый. Семя внутри лежит свободно. Такие плоды имеют лещина, фундук и грильский орех. У гречихи, щавеля, конопли и многих других растений наблюдается плод орешек. Он устроен похоже на орех, но меньших размеров. Когда несколько орешков сидят на разросшемся цветоложе, говорят о сложном плоде много орешки. Здесь, как ни странно, стоит вспомнить о землянике. У желудя околоплодник менее жесткий, чем у ореха. У основания такой плод окружен тишевидной плюской – защитным покровом. Плод желудь имеет, например, дуб. Семянка – это сухой плод, околоплодник которого прилегает к единственному семени, но никогда не срастается с ним. Такие плоды образуются, например, у подсолнечника. Зерновка – это сухой плод, у которого пленчатый околоплодник срастается с семенной кожурой единственного семени. Так происходит у пшеницы, кукурузы и многих других растений семейства злаков. Коробочка «Видные плоды» – это многосемянные, как правило, раскрывающиеся плоды сухим околоплодником. Боб – это сухой плод, который вскрывается двумя створками. Внутренняя перегородка отсутствует. Семена внутри плода лежат в один ряд. Когда боб созревает, створки его подсыхают и, скручиваясь, выбрасывают семена. Такие плоды у фасоли, гороха, бобов, караганы и других растений семейства бобовые. Стручок, как и боб, имеет две створки. Основное отличие состоит в том, что внутри такого плода имеется перегородка. Семена в стручке располагаются не на створках, как у боба, а именно на перегородке плода. Стручки характерны для сурепки, капусты, редиса, левкоя и многих других растений семейства крестоцветные. В коробочке развиваются у льна, хлопчатника, мака, пиалки, табака и тюльпана. Многочисленные семена этих растений высыпаются через специальные отверстия или трещины в стенке коробочки. Итак, сегодня мы обсудили строение плода и его разновидности. На следующем уроке мы поговорим о том, как же распространяются плоды и семена растений. Спасибо за внимание. До свидания.